Ставка на американскую экономику. Удар ниже пояса развивающимся рынком нанесла американская федеральная резервная система. Кто удержится? Обсуждаем с Эриком Найманом, директором Capital Times. Повышение ставки, оно отыграет необходимые экономические эффекты на американской экономике или нет? Это же символическое повышение ставки. Средняя ставка по федфандам была 0,12-0,13%, станет 0,37%. Насколько экономика чувствительна к 0,25%? Не думаю, что очень сильно чувствительна. Единственный вопрос, что пошли сейчас такие интересные флюиды, такая информация, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка начал вливать, сливать в гособлигации из-за ма ликвидности. Это предтеча или угроза для кризиса ликвидности. Это риски для американской экономики непосредственно или для глобальной? Так американская экономика все-таки это ведущая экономика. Все ориентируются на процентную ставку по доллару. Все ориентируются на стоимость доллара. Ведь что происходит сейчас, например, на рынке золота, серебра, акций? Не дешевеют активы. Дорожает доллар. То есть доллар дорожает, и все остальные активы начинают дешеветь автоматом против доллара дорожающего. Ну вот 0,25 для американской экономики это несущественно. Для экономик развивающихся стран то, что доллар из-за этого же укрепчает, это определенные риски. Все равно. И станут ли они, к примеру, после Нового года очередными покупателями американских облигаций, учитывая то, что развивающиеся страны? Нет, не станут. Почему? У них денег нет. То есть они сейчас продадут. Ну что происходит? Идет глобальное укрепление доллара. Доллар дорожает. На этом фоне дешевеют сырьевые активы. Возникает этот перекос. Кто в этой ситуации становится богаче? У кого денег становится больше? Под деньгами мы имеем в виду только доллар. Все остальное это не деньги. Это расчетные единицы, которые нужны нам для расчета в магазинах, для расчета с государством по налогам. Но деньги только долларом. Вот у кого больше долларов в этой ситуации становится? У американцев. А у развивающихся стран меньше долларов становится. Что они делают? Они начинают продавать активы в американском долларе, чтобы возвращать долги. Долги-то у них в долларах. Как быть с странами, которые вошли, грубо говоря, в пол валют МВФ, смогли втиснуться? Они в данном случае более защищены, получается, учитывая то, что валюты тоже можно считать валютами? Это валюты второго уровня. То есть это уже не расчетные единицы? Есть доллар. Можно ли считать их мировыми резервными валютами? Отчасти. Только отчасти. То есть евро, британский фунт, японская иена и китайский юань. Они только потому сильные и только потому входят в корзину СДР вместе, наряду с долларом. Только потому, что их экономики сильные. То есть вот сейчас это центробежная, вернее, центростремительная сила, которая всасывает, как воронка, эти доллары со всего мира. Четвертый, третий, второй уровень. И я думаю, что в следующем году мы увидим финальную стадию этого всасывания. И потом выбрасывание наоборот. Потому что от этого всасывания начинает страдать и США. Потому что падают прибыли американского бизнеса, у которого, ну это уже мультинациональные компании. Они зарабатывают очень много денег в тех же развивающихся странах. И они теперь теряют деньги. Сначала они выходят из ФРС, потом они возвращаются назад. Опять выходят, опять возвращаются назад. Вот так они кредитно-денежными циклами, они регулируют стоимость активов глобально и у себя в стране. Но пока риторика совершенно другая. ФРС говорит о том, что к концу следующего года до 1,37% могут поднимать. Но насколько это вписывается в реальные возможности ФРС, учитывая то, что и сейчас уже глобальная экономика и глобальное количество активов, которые периферийные страны могут продавать, оно уже ограничено, мне кажется. Я лично не верю, что ФРС, для этого американская экономика должна будет продолжить расти. Сейчас они прямо идут на острие ножа. Их политика очень тонкая. Они сейчас, по сути, как такой лазерный скальпель применяют к американской, к мировой экономике. Такой сделали маленький надрезик, подняли ставочку, разрешат экспорт нефти. Еще поднимут. Это даст им еще квартал позитива. Еще поднимут в марте, наверное, ставочку. А вот в июне уже вопрос. Вот там уже начинаются большие вопросы, да или нет. То есть текущие заявления, это больше как визу, они просто будто бы играют в открытую, предупреждают о том, что вероятно будет это сделано, но... Нет, они играют достаточно в открытую, они молодцы, они подготовили рынок к повышению ставки. И сейчас опять готовят к еще большему повышению, которое, как вы говорите, маловероятно. Аж на концерт. В первом полугодии, наверное, они еще поднимут, может быть, один или два раза ставку. Второе полугодие мы увидим начало экономических проблем в США, экономика США начнет тормозить, и ФРС не будет иметь возможности повышать дальше ставку. Что будет происходить с периферией? Что будет происходить с вот этими валютами четвертого круга, скажем так? Насколько они могут подешеветь? Ну, основную часть удешевления они уже пережили, возможно, правда, еще будет какая-то волна. Возможно. Но стоит ли сейчас покупать эти валюты? Наверное, нет. Еще не стоит, еще рано. Надо ждать. А уходить в доллар? Ну, в доллар еще можно уходить. Пока он не слишком дорогой? У него есть еще потенциал для роста в пределах 10%. 10%? По отношению к всем? Валютам четвертого. Четвертого круга. Четвертого круга. Третий круг, наверное, процентов 5. Кроме России. Россия будет сильно, очень сильно страдать из-за низких цен на нефть. Такие валюты, как евро, ну, это, наверное, процентов 5. Может быть, 7. То есть такой 1,05, скорее всего, да. Паритет уже под вопросом. Может быть, уже и нет. В Британии они допустят существенно ослабление собственной валюты, учитывая то, что они точно так же ждали повышения ставок? По Британии отдельный вопрос. Вот эта попытка провести референдум о выходе из ЕС. У них есть политические, внутренние политические факторы, которые будут негативно, отдельно давить на фунт стерлингов. То есть там может быть хуже. А по Китаю? Ведь там тоже этот год был совершенно неспокойный. И очередное укрепление доллара и удешевление нефти, как вы говорите. Ну, для Китая дешевая нефть – это хорошо. Торговый баланс Китая очень хороший. Да, он чуть-чуть ухудшился, но он по-прежнему очень хороший. У них большой отток капитала идет. Очень большой отток капитала. Но только поэтому китайский юань дешевеет. В целом, я думаю, что ничего там фантастического с китайским юанем не произойдет. Ну, будет там плюс-минус 5% от текущего уровня. Каких еще сюрпризов уже после Нового года стоит ожидать от Федеральной резервной системы мы обсуждали с Эриком Найманом из Capital Times. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулеваба специально для Дука Скопи ТВ из Киева.